Девушки отдыхают 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 Кто так катал? В Кликнейте так катали всю жизнь. Москва в Сайберстадиум. Да, так вот, я чего говорил. У Кингвин 100% результат групповой стадии. Они все групповые стадии, где они участвовали на минорах, выигрывали. Соответственно, за Империю становится немножечко страшно. Если свой винрейт продолжит держать на 100% групповой стадии Кингвин, то Империя покинет турнир. В то же время за Империю говорит довольно неплохое выступление вчера. Я читал много отзывов в интернете, как у нас привыкли уже люди поливать грязью. Но как раз благодаря первой карте Импер вчерашней многие выделяют, что шансы у ребят реально имеются на этот турнир. Многим понравился Никс на Тинкере, его игра. Ну, Никс, на самом деле, нам вспомнился еще по М19. Поэтому тут не стоит говорить, что это что-то какой-то новый исполнитель. И все, вах, это Никс. Нет, на самом деле он играл уже в М19. И он еще на квалификациях, когда с Фанником они собрались, на предыдущий Инт они показывали следующий. Но, опять же, вау, эффекты есть, потому что это все-таки лан-турнир. Это международный лан, это выход на топ-уровень, это топовая команда, Тер-1, Ньюби была их оппонентом. Тут все совсем по-другому, нежели на квалификациях. Там еще Тинкер все-таки под Бантехантером, это тоже надо учитывать. Он давал отличную разведку, стал глубокий варды, это вот то, что нужно именно Тинкеру. Потому что у него, вот в первой игре у него были идеальные тайминги. Там Травела на 10-й, Даггер на 13-й, 14-й. Но в третьей игре Ньюби уже не дали ему так раскачаться. Они его прессовали. Там уже Тинкеру особо не стакали. И вот Тинкер, просто которого немного вот так форсят назад, и без БХ уже тяжелее. Ну и на Войде еще была противоречивая игра вчера. Тяжелая, очень трудно было. Да, она была и вправду тяжелая. Особенно вот решение там от этих куполов многое зависело. И причем поставить было их, ну там нужно было... Чрезвычайно сложно. Да, мы это вот вчера объясняли. Там нужно в идеале поставить Виверу плюс один, если у Дэка вот-то закрывают. Потому что Ньюби они тоже не подставлялись. Они это все прекрасно понимали. Ну, Кингвены так сидят серьезненько, рассказывает Кацар своим друзьям и всем остальным. Ну, они вообще ребята позитивные. Я помню, Кацар и Лисаш врывались на саммите на диван покомментировать. Было приятно посмотреть. Конечно, как всегда присущ тоже у них специфический такой у них акцент у поляков. Может быть, даже где-то, наверное, непривычный. Даже нам очень непривычен. Хотя он чем-то схож, наверное, наш акцент тоже, когда мы на английском говорим. Братья славяне, как ни крути. Да, да, да. Ну, приятные вообще на самом деле ребята. Такая прям команда, команда настоящая. Вот есть, когда команда звезд, а это команда звезда. Они сами себя создали. Они прошли громадный путь вместе. И, в общем-то, мне они чем-то отдаленно напоминают греков. Я с тобой совершенно согласна. У меня тоже всегда в голове вот эта параллель. Потому что команда, во-первых, мононациональная. Во-вторых, очень там, ну, не то, что прям очень долго. Ну, да, они долго все-таки играли вместе перед тем, как достигли какого-то успеха. И вот сейчас они наконец-то, ну, понимаешь, это вот даже не команда какого-то одного турнира. Просто взяли, ты знаешь, выскочили, выиграли квалу, все, приехали. Да, в этом сезоне они, безусловно, красавчики. Этот сезон как раз располагает. Мы говорили еще об отсутствии какой-то серьезной конкуренции в Европе. Если отделить вот эти три команды, там, Liquid, Secret, ну и, наверное, кого я забыл? OG. OG, да. Если три команды эти отделить, то дальше идет прям яма какая-то. Вот разница просто, она громадная. OG, наверное, на старте подсдали, но я думаю, что ребята еще поднаберут. И вот дальше идет уже, наверное, вот прослойка, где Pentu можно выделить, где можно выделить уже как раз парней из Польши. Как раз они играли в квалификации с ними. Да, да, да. Вот ESL как раз куда отобрались в своей родной Польше ребята из King'on, тоже станет для них хорошим очень бустом. Потому что сыграть при своей аудитории в Польше это очень приятно. И вот у них действительно неплохая серия. Они попадают на турниры, они умудряются выигрывать группы на этих турнирах, вопреки вообще всем предсказаниям и прогнозам. Так что ребята очень опасные. Вот по поводу драфтов хотел сказать, что к полякам вчера вот они как-то вот уперлись в этот какой-то глобальный пуш. Брали они рано очень коров, открывали там Декана второй, Ликана на третий. И по факту вот их Минески вчера просто одним тимбером законтрили на Ласпик против четырех милешников. Играли они через опять же там Лондруида с Ликаном. И через Лондруида я скажу у них это немножко другой герой. Это не Эйс, это не Матумба. Они ну не то, что не знают как с ним двигаться, да. Но там момент вот когда он там мог огоним и просто медведь сам выиграть игру. И этого не происходило. Да, это пожалуй ключевая ошибка была в игре, вот тот эпизод с Лондруидом, его сборка. Она в один момент сработала, а в момент когда нужно было игру закончить, как раз вот гонима не было. И это очень сыграло. Да даже когда появился, он мог пойти просто бэкдорить. Может быть. К тому, что вот у ребят какой-то вот такой невероятный пуш вчера был, не прокатил. Коров рано открывали, вопросики есть к ним. У Минески в свою очередь очень равные драфты с Ньюби, было близкое очень исполнение. Да, реально хорошо драфтили, не спорю. Поэтому по силе соотношений команд по вчерашним играм, я считаю, для Империи это полностью проходимый соперник. Третья карта относительно слабый драфт был, мне кажется, у Империи. В первые две карты реально равносильный драфт получился. В третьей, да, там вот с Аксом, знаешь, мне кажется, вот Акс их в тупик поставил. Когда они решили контрпикнуть против Дазла, он очень плохо. Ну, не то что плохо, у него вообще никаких вариантов не было отстоять низ, из-за этого они просили по инициации. А похожая история, на самом деле, вот с Аксом тоже после Аронталона случилась. Да, сложно ему в лес уйти сейчас фармить. Да, там даже прикол в том, что, ну, ему-то еще, ладно, у него крутилка есть. Он уходил в лес, просто приходит Санкинг. Все же долго. И Санкинг, и Санстрайк, и его там тоже принимали. Ну, мы к чему с Максимом здесь все это рассказываем, это к тому, что и одна, и вторая команда ошибается, ошибается немало. Но при этом и одна, и вторая команда имеет громадный потенциал, и исполнители хорошие. Если мы говорим, наверное, о поляках, то это больше просто командная синергия, это взаимодействие, работа, понимание друг друга в игре. А что касается Империи, безусловно, это великолепный исполнитель, это ФН, которого мы не первый день уже выделяем из общего, не знаю, там, количества игроков в СНГ. Это и Гостик, который очень солидно улучшил свой уровень игры, даже по сравнению там с Интернешнлом, наверное, хотя и перед Интом он очень серьезно поработал. И мне кажется, даже Мипошка где-то стал, наверное, более стабилен, хотя раньше за ним такого не наблюдалось, на мой скромный взгляд. Так что в плане исполнения мне даже чуть больше нравятся, наверное, игроки Империи. Но вот как команда я склоняюсь в сторону... Как единая целая, да? Да-да-да, я склоняюсь больше, конечно, в сторону поляков. Империи тяжело команду назвать. Да-да-да. Это все-таки сейчас микс, это микс по факту, 4 плюс 1. Я вот к этому, наверное, и вел все, потому что тут вот может сыграть как и скилл Империи личный, и если они будут к драфтам подходить настолько же уверенно и серьезно, как они делали на первой и второй карте против Ньюби, то у них есть вариант сломить вот эту командную дисциплину и работу Кингвин. Потому что Кингвин, ну, они вчера подверглись серьезной психологической атаке, проиграв игру с мегакрипами. Это как дает мораль одной стороне, так и бьет по морали другой стороны обычно. Очень часто с таких игр начинаешь делать неверные выводы. Честно говоря, когда ты мегакрипам проигрываешь, это жесточайший минус мораль. Да-да-да. Что-то обычно делал мегакрипов, ну, если там не какая-то восьмидесятая. Проигрываешь с мегакрипами, ты хотел сказать. Точнее, да, с мегакрипами на тридцатой минуте. Да, столь рано. Вот насчет драфтов я обратила внимание, что показывали игроков нам сейчас, Эми Пошка, он там с очень серьезным лицом сидел в блокноте и что-то печатал. Вполне возможно, что они на связи с Жотмом, возможно, как-то советуются, я не знаю. Наверняка. А ты вообще не знаешь, почему тренер не присутствует? На быстром наборе, да. Странно, потому что, мне кажется, присутствие тренера за спинами – это очень приятный. Мы это как раз вчера обсуждали, будет он или нет. Находился вчера Корбин за ними. Ну, видно, что Корбин постоянно с ними, я не видел там Жотмом ни разу. Тренер, честно говоря, нужен, когда даже топовые команды вместе, они вокруг собираются, капитан, тренер сидят. Да, у той же «Империи» есть прекрасная история с «Интернешнл», когда сидим просто мы в «Сьюете империи» на «Интернешнале». Сидит там, ну, и владелец команды, и ребята сидят, которые там, СММщики и все. Говорит, ну, вот мы общаемся с Жотмом, говорит, ну, мы же обсуждали эти драфты. Эта игра была, по-моему, с Liquid, если я не ошибаюсь. Мы, говорит, говорим, вот это забаним, вот это забаним, вот это пикнем. Я, говорит, смотрю, они БХ первый пик берут. Говорит, как это происходит? Как это случилось? Говорит, ну, мы вообще это даже не обсуждали. И просто, говорит, ребята бах, и на БХ клацают. Ну, вот как это объяснить? Хэштег, что мы напикали, я… Да, ну, вот в таких случаях как раз вот я и говорю, что тренер позади. Он должен дать втык, он должен объяснить, что, ребят, у нас есть план, давайте его придерживаться. Хорошо, пойдем к драфтам, потому что уже веселее. Нет, ну, понятное дело, что если тебе говорит тренер, пика это, а ты тут физически с ним стоишь и пикаешь, нет. Первое, ФП у «Империи», да? ФП у «Империи», но заметь, что интересно, выманили имперцы бан Наги на себе. При том, что до турнира банить Нагу против «Империи» — это было бы странно. Уже первой своей игрой на турнире они показали, что Нага — это хорошо. Ну, с Нагой у них, правда, неплохо получалось. Йопа все-таки ее там потренировал неплохо. Ну, и, само собой, «Энчантрас», которую они смело забирали на ФП, да. 12. Самый частый бан против «Империи» — это «Энчантрас». 12 банов, и ближайший — это «Клокверк 9». Стой, потому что вчера вот «Энчана» развалял Ньюби, да и большая часть команд банят против «Гостика», это «Энчу». Все верно. При том, что Ньюби даже в какой-то степени неправильно сыграли, они могли ее законтрить, но все равно она потом вот и отпустили, чуть-чуть столько проблем доставила. У Скара убирает, но тоже частенько этот герой в бан залетает против «Кингвин». Умеют они им пользоваться, как и «Бэйн», между прочим. Но «Империя» сама тоже играет даже с «Тусиком». У нас есть, кстати, «Тинни» в бане. Как думаешь, будет «Империя» забирать? В принципе, они ставили на «Кора», «Тинника». Да, они играют, они играют с «Тинни», можно использовать, безусловно, можно им открываться, но мне сдается, что «Империя» может и немного иначе к драфту подойти. У них есть и «Санкинг», у них есть и, очевидно, хорошие саппорты. Все-таки «Тинни» открылись. Решили постабильнее, наверное, в нынешней мете выступить. Мне нравится у «Империи» Бонпанду, я думаю, они бы ее забирали спокойно. Есть «Санкинг», есть у нас «Бэйн» в бане. Ну вот из очень интересных таких саппортов, которые еще могут сыграть для «Кингвин» и не самых обычных, это «Шэдоу Демон». У них этот герой очень часто появляется по сравнению с другими командами. Ну, просто «Шэдоу Демон» и все. «Шэдоу Демон» как он есть. Это «Тайтхантер». Не стоит забывать, что очень опасная бруда еще есть у «Кингвин». Вопрос только, осмелятся ли они ее брать в первой фазе, либо же все-таки оставят на вторую. Это «Шэдоу Шаман», второй пик. Хороший раздрафт, тоже сильный саппорт на линию, с хорошим дополнительным пушем, вардами и «Тайтхантер». Плюс я думаю, в какой-то степени украли эту расту у «Империи», потому что «Империя» обожает ее и плашко на ней играть. Пожалуй, пожалуй. И «Тайда» взяли… Что мешает Рубика сейчас взять «Империи»? «Тайт», кстати, он очень редко появляется в начале, именно в первой фазе. Я думаю, это связано с тем, что, скорее всего, просто забанили бы во второй против «Тинника» боевого. Слушай, я полагаю, Рубик здесь хороший вариант. Но это «Дизраптор». Тоже, кстати, прекрасный герой против «Тайтхантера». Закрывать его в статике, в «Кинетике», не давать прокастовать. Ну вот жалко, Наги нет. Жалко, Наги нет. Мне просто чуть больше Рубик нравится своей вариативностью. Он может и против других героев, не только против «Тайтхантера» неплохо выступить. Нет, Рубик тут хорошо смотрелся. Да, ну и еще раз говорю, «Дизраптор» тоже не исключение, тоже хороший персонаж. Плюс «Дизраптор», наверное, в чем выигрывает? То, что команда с «Шадов Шаманом» так или иначе будет играть где-то там в мидгейме более-менее агрессивно. Будут стараться и пушить, и вышки забирать. Тут уже «Глимпс» работает хорошо. Сразу же банят «Кингвин Тинкера». Вот мне кажется, что «Имперцам» впору бруду убрать, наверное. И, наверное, впору бы убрать этого с «Мишку», убрать Лондруида. Играть против него крайне неприятно. «Кингвин» умеет играть с Лондруидом. Вчерашняя игра, она скорее исключение. Умеет и «Экзотик Дир» принимать правильные решения. Но это пока что «Ликан». Слушай, ну, можно поставить просто «Тинни» против бруду. Можно. Как бы… Попробовать. И там эти пауки ему точно ничего сделать не будут. Он будет только фрифармить на них. Поэтому главное с ним не угадать. Может быть реально более целесообразно заманить этого Лондруида, которым реально неплохо получается играть. «Ликан» – вот он идеальный здесь бан. Потому что «Ликана» бы они точно забирали. «Подрасту» бы, «Пушили» и они вот обожают его. Хорошо, «Кингвин» в таком случае забанив «Тинкера» будут какого-то «Андерлорда» условного убирать? Если они нацелены… Знаешь, вот ты заметил по сравнению со вчерашним «БХ» до сих пор ни в пике, ни в бане. Да, да. Другая игра будет здесь, похоже. Не для «БХ». Вот насчет бана «Андерлорда» не знаю. Ты весь от «Пуш» в доте не забанишь. Ты все не уберешь. Само собой. Играют «Разора». «Омни» все еще в пуле. Кстати, да, про «Омника» совсем забыли. Может быть «Омник» сейчас залетит кому-то. Вообще странно видеть бана «Разора» поляков. Куда этого «Омника» приставить? Только на четверку какую-то? Нет, ну вообще «Империя» и до этого играла. Они даже… Нет, «Разором» они не играют. Они знают, как «Разором» играть. Там «ФН», если что, исполнит без проблем. Тем более против «Тайда», теоретически. Да, на линии. Согласен. Да, банят Мишку, видишь, не зря мы о нем заговорили. А «Андруида» убирают. Ну согласен, в том плане неприятный герой, что вот, например, уже даже с «Тайдом» с «Растой», если у тебя есть тайминга «Радианс», вы соберете и сделаете вот эту академическую доту. Вообще, я не очень люблю комбинации с «Войдом», когда у тебя в команде и «Тайд», и «Войд». Это не так много с точки зрения урона ты можешь предложить в мидгейме, но вот как раз по такому драфту я не удивлюсь, если мы что-то подобное сможем увидеть. Мне кажется, сейчас пятерку, четверку, ну четверку точнее, нужно вот вместе с «Растой» сейчас добирать. Может, как ты смотришь в сторону такого героя, как «Распирит»? Вообще, у них не самый популярный «Распирит», откровенно говоря. У них больше вот «Титан», «ВД». Мне кажется, надо добрать что-то на «Файт», на «Пуш», либо «Кора» какого-то универсального открыть. И с «Казами» тоже до сих пор у нас в «Пуле» присутствует. Это очень странно, кстати. Его повально пикали, банили все вот эти карты. Вот видишь, команды будут именно отталкиваться от того, как бы… Не отметая, да, на чем себя. То есть есть «Ньюби», которые там готовы забирать его каждую игру. Все верно. Ну не знаю, есть четверок. Мне больше всего нравится здесь, наверное, «Титан» и «Ска», вот эти ребята в основном. Они в контратаке хороши. Против выводов как раз со стороны «Тини», «Дизрафтера». Может «Кунка», кстати. «Кунка» тоже неплохой вариант. «Кунка» не медленно, но мне «Кунка» тоже нравится. «Титан» неплохо. «Клокверк». Ну вот у них тоже «Клок» один раз появлялся. Ну, честно говоря, «Клок» против «Дизрафтера» так себе. Тебя постоянно он из «Куга» выбрасывает. И против «Тини» тоже так себе. Он у тебя «ВТО» свой. Поэтому пока «Клок» не понят для чего. А «Клок» именно будет «Ром» еще. Они, может быть, намекают на «СФа»? Возможно. Вот «СФ», да, вероятно. Жирный намек довольно. Ну, просто пока что «Клок» он ни к чему. И у «Империи» есть три героя, которыми они будут закрывать, условно говоря, брать, например, то же самое в мид героя, которым «Клок» ничего не делает. Поэтому тут он… Ну да, не, я согласен, что «Клок», на мой взгляд, тоже не самый лучший пока герой в этом драфте. Если вот под «СФа», тогда, да, логика будет. А «СФа» просто ворует «Империи» ради «СФа». Я сказала, что это слишком жирный намек. Жирный, да. Потому что это очевидно было. Хорошо, но давайте так. Если даже мы со своей колокольнью все это понимаем, то, видимо, и «Кингвин» должны это понимать. Вот сейчас тогда, хорошо. И должен быть план какой-то. И они должны его придерживаться. «Клок» на самом деле хорош против «СФа», если ты идешь в сложный, у тебя хорош левел и много вещей. Ты с каким-то «Блэйдмейлом», да, его условно будешь убивать. А на четверке он так себе будет. Ну да, ты и в миде помогать тоже сложновато. Иногда там лишнюю душу можешь «СФу» подарить с двух ударов. Такое бывает часто. Но вообще нет. Почему? Ты отблочишь в миде, там, крипы за счет «Когов» поближе будут к твоей вышке. «СФа» можно лишить «Фарма» на старте. Ну, это понятно такое. Как четверка неплохо. Ну, я имею в виду по игре. Ну, по игре понятно, ты ничего особо не сделаешь ему. Но тут надо брать сильного мидера. Рассчитывать на то, что против «СФа» как раз будет. Кстати, 20 секунд. Я думаю, сейчас будет проблема у поляков. Хотели они все-таки «СФа» забрать сейчас. Иначе непонятна аргументация, почему «Клокверк». Если просто брать четверку от «Балды», лишь бы была какая-то сильная четверка вменяемая. Опять же, и СК в пули, и куча персонажей. Ну, мы видели уже вчера противостояние «Вайпер» и «СФ». Ну, я вообще отмечу, что это не всегда работает в пользу «Вайпера» далеко. Потому что вот с этими шедоу-рейзами сейчас ты три получаешь, и даже «Вайпер» такой плотный умирает. С третьего. Тут самое главное «Вайперу» немножко помочь. Если «Вайпер» немного вот задоминирует, и тогда вот «СФ» уже будет тяжело. Вот чуть-чуть буквально. Слушай, ну могут имперцы себе тоже сильную четверку забрать, чтобы «СФу» помогать? В центре. Я знаю уже, что «Вайпер» присутствует. Надо подумать сейчас вот как раз над сильной четверкой. Блин, вот идеально «Нага», конечно. Слипчик дал. Слипчик дал. Поле поставил. Ульт «СФ» отдал. Забудь. А можно «РМК», пожалуйста? Просто «Нага» нужна, здесь нельзя пикнуть. Ну, смотрите. Из пула стандартного «Империи» самая популярная четверка — это «Р Спирит». Не думаю, что… Ну, хотя, может быть, и в этой игре они в него вдарятся. Потом вот забаненный «Тускар». Дальше у нас там где-то по порядочку уже идет, наверное, «Славдар» и «Санкинг». Причем «Славдар» очень неуспешный. Две игры, два поражения. Но «Санкинг» еще у них остается как вариант. Мне тут, в принципе, и «СК», и «Р Спирит» импонируют. «Р Спириту» сложнее выходить к «Вайперу» на линию, хотя на ранних уровнях и это позволительно. Ну, и «Сталкер», наверное, так себе, да? А как тебе «Вич Доктор» здесь? «Вич Доктор» здесь с «Раптором»? Не, не, не. Не думаю, что это хорошая будет пара саппортов. Нет, это будет… Вот такое же слово есть на «П». Рубик. Все-таки не зря мы его тоже припали. Но тут тоже не самая лучшая пара саппортов получается. Не лучшая. Да, не лучшая. Это то же самое, что «ВД» взять. Ну, в плане дэмэджа. То есть вот, когда выходят эти два саппорта. Там нюк не особо сильный. Причем не очень понятно, насколько Рубик может помочь и «СФу» в центре. Скорее даже «Дизраптор» может больше сделать. Понятно, что Рубик там может «Клокверка» из «Кога» выбрасывать. Понятно, что он тут ворует полезные очень способности. В частности, это «Ультимейт Тайда» в первую очередь. А потом уже все остальное. Но вообще я не ожидал Рубика. Я уже больше тогда бы, наверное, ВД ожидал, чем Рубика. Просто ВД здесь поможет очень сильно в плане урона команде «Эмпайр». Нет, мне больше Рубик. Все-таки ты можешь что-то реведж украсть и урасти ворды. Понят-дума. Понят-дума. Наверное, сейчас будем думать героя для гостиков в «Импере». Я полагаю, да. Они не будут в оффлейн ставить здесь. Не вижу в этом особого смысла. С любым кором, мне кажется, будут забирать. Не вижу в этом смысла. Мне «Батрайдер» нравится для «Империи». У меня вопрос больше, что забанить сейчас «Имперцам» против «Кингвин». Они так недвусмысленно забанили «Дума». «Дум» как бы он может на что-то намекнуть. Потому что против этих героев конкретно «Дум» там не так сильно нужен. Понятно, что он «Тайда» может выключить в драке и все, не более того. Я думаю, просто времени у них не особо много. У них и так оно кончалось. Надо просто было любого хардлайнера забанить. Кто же, кто же, кто же? Вторую позицию. «Жаг». Ну «Джаггер» может быть, я тебе скажу, у «Кингвин». Может быть. Против «Тинни» это неплохой персонаж. И против «Саппортов», которые есть у «Империи» неплохой. «СФА» тоже не сильно боится. «СФА» первое там… Время – это магия, в основном урон. С руки не так сильно, не так больно. Не знаю, но… Вообще, «Пуш» надо прибавлять «Кингвин». Может быть, «Джаггернаут» это не лучше. Может, реально ТБ какой-то даже вырисуется здесь. Учитывая, что им нужен урон по вышкам. Пауза. Пауза? Нет, ладно, все. Отжали. Значит, отжали, да. Я вот думаю, для «Империи» какой хардлайнер там? «Бэтрайдер», но вариантов тоже немного особо. «Войд», но «Войд»… «Нейчерс Профит». Они жадны будут. У тебя «СФ», «НП», «Тинни». Ну «Тинни» активный, «НП» активный достаточно. «Войда» банят. Сами банят. Да, да, да. Ну, я думал еще насчет «Войда», но когда я увидел уже «Вайпер», мне кажется, «Войд» тут был бы слабеньким пиком. Во-первых, и на линии не так приятно было бы им стоять. Потому что можно всегда закрыть хорошим оффлейнером сейчас «Имперцем». Ну, мне нравится «Бэтрайдер» либо же «Нейчерс Профит» больше. Такие персонажи здесь. Ну, блин, а чем тогда инициировать, пока у «Тинни» и «Даггера» только «Глимс» есть? Не знаю, не знаю, чем инициировать. «Пак», «Пак» вот как. «Пак» неплохо. «Бист» может какой-то. «Бэтрайдер» все-таки. Спасибо, ребят. Ну, вопрос с инициированием закрыт. Закрыт. Лучший. И «Джаггер». Просто задосите, задосите призы этим комментаторам. Сектор приз на барабане. Я бы сказал, что в «Импере» самое главное – это обезопасить СФ вначале от «Вайпера», от этих гангов, клока и так целом. Так, Максим, осталось предугадать, кто выиграет игру. Потому что то, что мы там пики угадываем – это не важно. Важно, что мы сохранялись. От чего вот эта игра будет зависеть? От того, насколько вынесет быстро «Даггер» «Бэтрайдер», как будет «Муват Сатини» то же самое со своим стартом и обезопасить СФ. Я считаю, что это хороший выбор. Это слабая линия для них против «Бэтрайдера». Но они «Джаггером» закрыли. Поэтому… Может, и не слабая, уже сильная. «Раста» и «Джаггер». Ну, «Джаггеру» точно «Бэт» ничего не делает. И «Расты» могут его убивать. Ну, условно говоря, там «Раста» где-то отделится, а «Бэтрайдер» тоже может ее убить. Ну, только «Бэтрайдер» может потянуться «Рубик». Не знаю. Нет, к нему точно никто не потянется. Лучше ему лет стакать. Лучше тут главное СФ помогать. Не знаю. Сложная игра. Я не знаю, на кого тут прогнозировать. Ребят, слушай. Давайте. Можно поддерживать «Бэтрайдер». На «ФН» оставишь. Ну, если «ФН» на «СФ», то, наверное, на «СФ». Мнения разделились. Я на «Ипере». Чей это «Венрейд» уже под угрозой? Чей именно узнаем совсем скоро. А пока передаю слово нашим дорогим комментаторам. Олег, Роман, пожалуйста. Да, доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами «Фибер» и «Каспер». И мы начинаем смотреть «Эмпайр», начинаем смотреть «Кингвин», ну, и «Бэст оф 3» серия. Да, все как всегда у нас с «Бэст оф 3», никаких «Бэст оф 1», с «Бэст оф 3» стартовал турнир. И, собственно, команды борются за выход, за то, чтобы не вылететь из турнира вообще в принципе. И знаешь, что скажу? Что, в принципе, шансы у команд довольно равны. Я, пожалуй, соглашусь. Потому что по текущей форме уровню, скорее всего, можно сопоставить два этих коллектива как более-менее равных. И в целом, да, плюс замена еще у «Империи» не стоит забывать. Замена. Вот что влияет очень сильно на «Эмпайр». Конечно, я не спорю вот с тем фактором, что «Никс», он игрок достаточно сильный. И мы уже это видели. Видели его тинкера в матче против «Ньюби». Но, тем не менее, замена вот так вот при этом сразу поездка на «Лан», особенно для человека, который вот на этих «Ланах» толком-то и не был. Она очень сильно влияет, в принципе, на команду в целом. Конечно, конечно, это так. Особенно на такой слаженный коллектив, как «Эмпайр». Ну, все-таки ребята уже довольно давно играют вместе. Ну, за исключением Йоку, да, который пришел недавно. А Костяк-то все равно остается. И тренер, который тоже с командой давно работает. Ну, сейчас, сейчас поглядим. Тренер с командой работал, но, к сожалению, за спинами стоять у него не получилось. У нас уже Гостик и Ниша столкнулись. Гостик отлично подблочил Джиггернаута, отобрал у него руну богатства. Да-да-да, с собой своей не пропустил его дальше. «Шадоу Шаман», которого чуточку подрезали в последнем патче, также фигурирует в этой игре. Видно, что команды пока еще не сильно меняли какие-то стратегии. Да и в целом патч, я скажу прямо, да и думаю, все, в принципе, понимают, уж слишком сильно на игровой процесс вряд ли бы повлиял. Да, какие-то минорные изменения, которые могут в дальнейшем во что-то перетечь глобально, может, и произошли, но пока мы об этом не можем говорить. Слишком мало времени прошло. Это круто всегда, когда героя определенного баланса, если он реально был OP. И довольно часто это бывает в глобальных каких-то патчах, когда героя, ну как, немного, по мнению Valve, подрезали, но герой настолько становится никчемным, что просто пропадает из драфта. И в профессиональной доте, и, в принципе, в пабах. Ну вот Шаман, наверное, подвергся самому большому такому нерфу в этом патче, потому что действительно появлялся он чуть ли не в каждой игре. В общем, частый, частый герой. И в итоге, да, его лишили урона на сетке, там, подрезали его в два раза как патаса. Патаса смогли добить, отлично. Отыграли Empire, смогли размять арбуз. Отлично получилось. Пошел как по нему попробовать, спелый ли. Понимаешь, лопнул, лопнул арбуз, слишком сильно щелкнули. И в центре на Viper нападают. Хорошо. Несколько койлов под телекинез. Отлично. Вновь отлично. Слушай, пока только отлично. У меня больше другого слова для действий Империи нет. Вот то, о чем говорили ребята в студии аналитики, то, что на ранней стадии и вот эти вот Shadow Rays'ы делают очень больно Viper, даже несмотря на его плотность. Все-таки то, что стакается урон, это очень важно. Да, и в начале, Вить, не забываем, что все герои в начале плотные-плотные, но не настолько хороши, как с приобретением определенных своих способностей, там, пассивных, активных. Если речь идет о Тайтхантере, Бристалбеке, Вайпере, мы-то понимаем, что вся сила в пассивках. Так, сейчас до Тайда добираются. Не до Тайда, вернее, до Мипошки. Никс на месте. Неплохо пробивает Кацора, заставляет его отступить. Да, и Патас тоже его выгоняют. Нет Тоса у Никса, хотя вот три грэп имеется. И мог бросить дерево в Патаса, но Патас благополучно отходит. Оставляет себе еще немножко здоровья, и Healing Self использован. Да, заставил еще одни Коги прожать Клокверка Тини, потому что без них там за товарищем Тайтхантером бы еще дальше побежали. Итого. SF 12 на 7 в центре. Как говорится, важный этап его жизни уже пройден. Душ он саккумулировал приличное количество. И теперь уже у Вайпера вопрос, как мне дальше здесь стоять. Потому что еще один телекинез, еще два трикойла, и это еще одно убийство. Да, и при том, что Вайпер уже последнюю минуту, наверное, стоит сам. SF по опыту выигрывает за счет этого самого убийства на Вайпере. Клокверк пока отошел заниматься другими делами. Мы видим, Кацор привязан уже по большей части к своей сложной линии. И там он видит слабое звено в виде мипошки, но у мипошки есть защитник. Это Тини. Вот настолько хорошо, настолько... Опять на Вайпере нападение. Так вот сейчас один, два, да-да-да-да, три. Очень недурно. В итоге даже Fairy Fire заставляют поражать. Хотя критической необходимости в этом не было. Мы видим там 130 здоровья осталось. Ну, к тому, что заставили запаниковать экзотик Дира. Ну, Fairy Fire тоже мало ли выйдет какой-нибудь дисраптор. Хотя его Клокверк видел, но все равно. Я вообще к чему? Что хотел сказать про Рубика? Вот настолько он четко вписывается на эту центральную линию. Настолько хорошо он стоит против Клокверка в центре, что Клок, который обычно присутствует в миде и пытается напрягать SF, приходить батареять его, когами как-то зонить или закрывать к себе, наоборот, даже иногда жертвуя собой. Но Рубик, он просто пресекает все попытки, даже на моральном уровне. Он нападает на Паттеса. Никс подбрасывает его в воздух. Остается Никс без мана. Но, тем не менее, Паттес теряет здоровье. Есть тики у Тайт Хантера. Пока жив Тайт, но это ненадолго. Даже несмотря на то, что Тайт хорош против Тини тем, что подрезает ему урон. Да, белого урона у Тини много. Это все понятно. Это как дважды два. Но, тем не менее, чем хорош Тини против Тайда, тем, что Тини имеет моментальные уроны. Такого плотного персонажа, как Тайт, он может разобрать буквально считанные секунды. Да, мы сейчас это и видели. Да, его на последнем этапе этого Тайт Хантера убивали достаточно долго. Но в начале он мгновенно теряет две трети здоровья и все. И дальше дело техники. Хорошо. Что у нас еще есть? Вот я говорил про Рубика в центре, но с центральной линии Йоку уже убежал. Там же Мепошка недалеко в лесу ошивается. Кацор вновь на нижней линии. Там, где он считает ему самое место. Ну, хорошо. Джиггернаут. Джиггернаут на фрифарме. Мы это прекрасно понимаем, что Ниша все это время спокойно добивает крипов. 30 на 14 у него статистика. Лучшая на этой карте, да, чуточку отстает от него Шадоу Финт и Тини. Ниша последние свои матчи, особенно на этом турнире, провел именно в легкой линии. Вот. Экзотик Дир то в центре, то сложно уходит. Ну, там перестановки линии, опять же. Но то, что Ниша в легкой, это не меняется. Опять нападение на патоса. Ну, тут Кацор. Ну, вот зачем здесь Кацор, собственно. Защищать Тайт Хантера. Сюда перетягивается и Шадоу Шаман. Который должен добивать Дисраптора. Тайт может подставиться. Йоку здесь и убивает Тайт Хантера в размен на Дисраптора. И Кацора тоже можно забрать. И Стебл Инж погибает Кацор. И Элисаж через секунду будет тост. Тини гонится. Скорость примерно одинаковая, да. Поэтому не получается догнать Шадоу Шамана. Все. Уходит Шаманыч. Но потеряли. Потеряли двоих в размен на Дисраптора. Поляки, конечно, потеряли двоих в размен на Дисраптора. Далее. Кацор увидел Мипошку. Увидел, что тот забрал руну невидимости. И теперь в центре будут чуточку осторожнее действовать. Две линии из трех пока что имперцы выигрывают. Да, да. Им сложно выиграть на той линии, на которой нет ни одного героя. Поэтому, да. Там, где они присутствуют, там у них все в порядке. И плюс Бэтрайдер, которому толком не мешают. Он тоже очень неплохо фармит. 18 на 2 у Гостика. Пятый уже уровень с мелочью. Да, если не будет никаких драмов делать Гостик, то получит довольно быстро свой даггер Андрей Кадык. Йоку оставили немножко по Экспице, пока Шадоу Финт отошел в лес. Да, причем СФ и видят на Варде. Но не то, чтобы этот Вард как-то служил сейчас полякам. Просто стоит, просто видит, как фармит СФ. Замечательно. Просто его бы по-хорошему здесь убить. Вот это было бы идеально. Опять Кацора нашли. Зажали в Кинетик Филд. Кинетик заканчивается. Но тут Эвалендж. Тос, правда, тоснул крипа. Никс. Ну, подходит сюда Кацор. Вернее, Патаса нашли, да. Кацор сюда подходит только. Да, там еще и крипы помогают. Тут вроде бы и мелкие такие товарищи, у которых не самый большой показатель урона. Но все-таки лучше с ними, чем без них. Забегает вновь в Тине. Да, и веткой, вернее, этим кристаллом оброшим. А нет, шестого уровня у Вайпера можно забрать мипошку. Но, конечно, хотелось бы сделать фраг на Тине. Если был бы Вайпер Страйк, то Тине 100% бы здесь должен был умирать. Но его бы зацепили. По поводу умирать не уверен, а то, что в него вгрызлись, это факт. В итоге появляется шестой. На Вайпере тут, кстати, ниша. Использует Блейд Фьюри и улетает. Не хватает урона немножечко SF. Да, причем улетает недалеко. Это святыня, там ниша восстановился без здоровья и может возвращаться на линию. Есть Omni Slash первого уровня. Вообще, если посмотреть на статистику, можно увидеть, что у Империи все просто замечательным образом складывается. 4000 перефарма уже очень стабильно ровно. Ниша убивает гостиков соло с помощью Omni Slash. Я смотрел за этим фрагом, он просто... В отличие от наших зрителей, для которых я управляю камерой. Да, он просто вышел, в общем-то, как это все происходило, и гостик начал двигаться в сторону от крипов. Поэтому все три прыжка пришлись по нему, и ниша не составила проблемы его добить. Ну, развел на Omni Slash, назовем это так. Просто развел на Omni Slash, все, джиггернаут теперь никому ничего плохого не сделает. Кроме гостика, который он уже... Ну, а гостик уже появился, все нормально. Это как бы прошедшее время, не будем об этом вспоминать больше. В общем-то, джиггернаут, джиггернаут реально опасен. И то, что он с такой бешеной скоростью фармит, рано или поздно боком выйдет, если его не убивать. Выйдет он в свой Battle Fury, рано или поздно, скорее рано. Но там есть Тинни. Тинни, для которого сладких булок тут... Ну, не то чтобы предостаточно, но хватает. Шаман, понятное дело, первый на очереди. Далее может оказаться и Клокверк, и джиггернаут в некоторой степени, если вдруг он окажется без Blade Fury. Тоже не самый толстый герой, особенно когда он покупает БФ первым артефактом. Зацепили и потащили джиггернаута. Ниша нужно раскручиваться, есть Blade Fury. Ниша уходит. Минус лассо. Да, ушел он по одной простой причине. Я сейчас о ней расскажу, как только выяснится, мрет тут кто-то или нет. Йоку дал телекинез в лассо. И поэтому не получилось джиггернаута зафиксировать надолго. Ошибочка. Лассо нет, прожимается Смоук. Знают прекрасно слабое место сейчас на карте. Это ФН, который в одиночестве фармит лес. Я так понимаю то, что Кингвин, ну они во-первых видят его на варде и двигаются именно к нему. Потому что идти воевать там 3 на 3 не имеет особого смысла. Просто лучше убить ФН, если этот вариант безопаснее для Кингвин. Да, ну отлично уходит в деревья, не дает вайпер использовать вайпер страйк. Да, заходит правда Хекс или Саши. И вот теперь добрались до Шадоу Финда. Вчетвером его тут убивают. В первый раз вард этот пригодился. А Гостик тем временем убивает Патоса. Приходит сюда Никс. Гадсор умирает от вышки. И собственно фраг Никсу достается. Да, 2 в 1, но потеряли Шадоу Финда конечно. Прилично должны были там за него получить. Да, 350 монет для Шадоу Шамана лишними точно не будут. И тем не менее Тинни 5800. Тинни скоро будет убивать не только Шадоу Шамана, но и в принципе все что шевелится. Да, вот после убийства Шадоу Финда немного сократился разрыв между SF и вайпером. Но увеличился разрыв между Джиггернаутом и Тинни. Да, так и есть. Так и есть. Потому что Тинни то ответил по Клокверку. И в целом Никс имеет хороший старт. Они и Тайтхантера убивали. И фарм у него замечательный. Но вот выход от Никса и Йоку. Тут битый Джиггернаут, 700 хитпоинтов. Это очень мало. Это реакция. Да, да. Круто, круто. Прям, я бы сказал, очень круто. Мгновенно реагирует Джаггер. Молодое польское дарование. Вот в 16 лет, по идее, первый крупный лан. Он посетил это Зоток, Кап Мастерс, на который Кингвин ездили в прошлом году. Конечно, это не Зай, который первый свой чемпионат в 14 лет выиграл в Dreamhack. Но тоже неплохо. Ну да. Йоку уровень 6. Отобрал, конечно же, Viper Strike. Потрясающая игра. Геймплей на Рубике против Viper. Пошел, отобрал ульт. В любой ситуации просто. Ну, кстати, вот если мы вообще говорим, да, успехом польской доты, то вот эта пятерка, она вообще самая знаменательная в целом. Хотя отдельные игроки тоже были. И, кстати, они были в составе команды, ну, которая сейчас называется Kinguin, тогда Alternate Attacks называлась, да. Койл, Койл и удар. Все очень неплохо. Потрясающая комбинация простая и эффективная. Я уже смотрю в который раз. Никакого ультрафеноменального скилла тут не нужно. Просто играть хорошо вот в паре. И это гарантированное убийство не на ком-то там, а на Viper'е, на очень жирном герое. Да, который, правда, сейчас очень-очень сильно не добирает. Беда, беда для Kinguin сейчас. Тайтхантера глимсанули, и тут уже шестой Дисраптор. Вот тебе и жирный Тайтхантер. И говорили касательно урона нашей аналитики во время драфта, что за счет того, что Дисраптор и Рубик два сапа будет этого не хватать. А вот и Гостик с Даггером. Да, завозит Клокверка. Клокверка завезли. Так вот, я продолжу. Говорили, что может не хватить урона, но урона предостаточно у вот этих двух парней, Тини и Шадоу Финд. Именно на них была ориентация, что под них хорошо можно было подставить. В итоге мы видим, что Дисраптор хорошо работает против Тайда, под Тиника. А Клокверк, вернее Рубик, в центре очень хорошо отработал под СФ. Просто две отличные пары, которые и выиграли свои направления. Да, у Рубика нетворс больше, чем у Тайтхантера на данный момент. Потерялись как-то саппорты Кингвин. Вот в этой всей суматохе мы уже отметили действительно прекрасную работу от Йоку и Мипошки. А вот Лысаж и Кацора толком на карте и не было видно. А потому что не было в сложной бетрайдера. Бетрайдер сразу же ушел с линии. Он понимал прекрасно, что либо он будет на линии и нафидит Джиггернаута под Шадоу Шаманом. Потому что нельзя не нафидить Джиггернаута под Шадоу Шаманом. И в итоге он ушел просто фармить лес какой-то. А за ним никто не гонялся. Хукшот приостановил ФНа, но там есть... Тут уже форсстав. Очень быстрый форсстав. Шадоу Финд взорвался. Под Глимс, но немного не в тайминг сработали. Да, стоит еще и Хилингвард, который сломать пока что тяжеловато. Есть, между прочим, Статик Шторм. И Пошка прятался за деревом, но его смогли обнаружить. Вайпер Страйк от Йоку. Замечательно. Но сразу же идет реведж от Патоса. Ловят Шадоу Финда, который уже абсолютно беспомощен. Да, еще и Когами отрезают его от команды. Гостик также без Лассо. Две секунды еще. И вопрос к Империи. От чего вы туда полезли защищаться? Почему вы не отступили? Вы знали, что есть реведж у Тайда. Вы знали, что у вас уже нет Requiem of Souls, нет Лассо. Что вы там делали? Опять прекрасная реакция от Ниши. Если нам покажут повтор, то четко будет видно, как он ровно там за миллисекунды до статика прожимает свой ультимейт. Задрот. На Ниши играет Задрот. Вот, вот как раз и повтор нам сейчас показывают. Да, Мипошка спрятался, но видимо его подсветили то ли ракеткой, то ли просто он не совсем спрятался. И да, он не слэш был использован. Мипошку забрали очень-очень быстро. И реведж вошел хорошо. Патос тоже выбрал хорошую позицию. Зашел с фланга и здесь уже ФН схватили. Да, все круто сделали Кингвин. Но вот первый такой... Закидон от Имперцев. Потому что я уже задавал этот вопрос, что вы там делали. Да, Кингвин делали все так, как они должны были делать. Они должны были, пользуясь отсутствием важных способностей, идти и атаковать. И они это сделали. Имперцы просто откликнулись. Повелись. И все. Их развалили. Но, тем не менее, 5000 экономика сохраняется за ними. Да, так и есть. Так и есть. Смоук очередной. И на очереди атака, скорее всего, на Вайпера. Потому что он первый покажется на карте. Да, день. Все хорошо видно. Было. И скан. Скан, скан, скан. Да, ракета залетает. Видят, что ничего не видно. Значит, там люди в смолке. Гостик ищет жертву. Этой жертвой может, теоретически, оказаться Шадоу Шаман. У которого будет стоун. Кстати, есть. Интересно, что... Шаман в этой игре, в принципе, жертва постоянно. Патос решил ману себе восстановить. Хотя у него есть... Клоритель. Может, он просто случайно кликнул. Да, смотри. Скан использовали и имперцы. И, возможно, они считают, что сейчас вылазка в смолке. Потому что давно никого не видели. Но там был лишь один джаггернаут. И они такие, угу. Вот он джаггер. Давайте-ка попробуем его убить. Знают ли они, что там еще есть люди? Лосо. Ну, есть, да. Будут хватать нишу. Да, есть. Reclaim of Souls. И все. Минус джаггернаут. Слишком много народу было и OmniSlash не дать. Хотя OmniSlash уже второго уровня. И если бы теоретически нападали по одному и ждали, пока джаггернаут будет все нажимать, то тогда бы он, может, кого-то и убил. Нет. Если были бы вдвоем FN и Гостик, и не прожималось бы Blade Fury до того, как бы тебе нападали. Значит, это такие, это сценарии, когда прям прям совсем слишком много если. Тут просто пять типов ногами по лицу били джаггернаута. Мне кажется, мало аутов. Да. Как там? Ладно, не буду я эту шутку про аутов. Башенку? Башенку ломает сейчас Nyx. Эхо Сейбр уже имеется. Но Т2 разменивают с Serpent Ward'ами Shadow Shaman'а. И очень быстро сюда смещаются имперцы. Два суппорта прилетели. Прилетели. Да. Выходит мипошка. Глимс замечательно возвращает вайпера. Этот парнишка останется здесь. Ба-бах. Все. И варды, варды, варды ломать. По возможности, да, используется глиф. Сразу же, сразу же снимаются змейки. Они башню не добьют. Башню в итоге будут сейчас... Или это... Я уже думал, там кто-то краденой тележкой из лесу добивает башню. Что это за next level? О, стик прожигает. Кацора 6 стаков на нем. Кацор сгорает в адском пламени. Так и получилось. 8000 перефарма уже у имперцев. Вот помимо той драки сверху, пока у меня вопросов их игра не вызывает. Без той помарочки сейчас бы перефарм уже там за десятку, скорее всего, был. Но, с другой стороны, там, вы один раз драку проиграли, заставили потратить ревейдж, пошли дальше, там, провели другую успешную драку. Ой, ой, гостик, гостик, гостик. Ну, фармят кингвин просто, на самом деле. Гостика. Если посмотреть, то кингвин, они пока что играют довольно закрыто. Они не позволяют себе толком-то выходить куда-то. Пытаются играть как можно наиболее закрыто. Ну, знаешь, мне кажется, эта история связана, в первую очередь, с вайпером, который говорит, Ребята, у меня ничего нет, дайте-ка я пофармлю, пожалуйста. А вот пока он фармит, герой, который не особо-то для фарма предназначен, он дает больше времени СФу и Тине, которые фармят значительно быстрее. Ну, фармят еще и Джиггернаут, а Джиггернаут с Баттлфьюри фармят тоже очень хорошо. Но один Джиггернаут, против которого есть лассо, он мало что сделает. И я думаю, что кингвин тоже это должны прекрасно понимать. Просто лассосируешь Джиггернаут и убиваешь его там в четыре ствола. Вот он, Смоук, летит сюда ниша, ниша без ультимейта, но на Клокверк, врывается на Дизраптора. Можно хорошо закрыть Мипошку, Мипошку закрывают и 100% умрет уже здесь Ярослав. Да, кинетик поставил перед смертью, статик не стал тратить, потому что знал, что драться команда уж точно не будет. И что все уходят, если бы чьей-то еще жизни угрожала опасность. Скорее всего, мы бы и Шторм понаблюдали. Сен-Жин-Яш будет делать себе ниша. Не Манта, именно Сия. Ой, нашли. Элли Саш держит в лассо, но там же Рубик, который хилинг вард разбил, а Шоттл Шамана также убил. И свой вард даже пытался поставить, но мы в это время еще и Клокверка забрали при помощи Гости. Га заходит, Бата срывает, жирует, достает, но в невидимости Никс. Его уже никак не взять. Тут Вайпер расстреливал Рубена, но за Рубена сейчас впишутся. Рубик просто кайтит. Рубик просто кайтит. У него есть форстаф, ниша умирает в статик шторме. Патос убивает Никса вместе с Вайпером на пару. Никс все-таки умирает, дает два удара перед смертью. Но этого недостаточно, чтобы убить Тайтхантера. Тайтхантер в итоге атакует сейчас Мепошку, который уже возродился. Гостик без Лассо пытается стакать на Экзотик Дира. Пробивает его, но там есть Тики. Аллисаж приходит, дает кекс. Гостик умирает. В итоге там же разбираются и с Тайтхантером, которого втроем убивали имперцы. Да, не хватило Шадоу Финда. Очень сильно не хватило Шадоу Финда в этом эпизоде. В конце там что-то 800 урончика выдал по Тайтхантеру, судя по всему. В итоге по экономике разменялись очень-очень ровно. Конечно, персонажей побольше забрали имперцы, но они и вели больше перед этим сражением. Так, сейчас Ацор вновь подставляется. Хочет дать хукшот в Йокула у хпшного. Хекс украл Йоку, прилетел на крипа экзотик Дировского. Ну, ФН очень быстрый. Просто 508 скорости на Шадоу Финде. Рунка регенерации еще сверху лежит. Без Йула 508. Да, да, да. С Йулом там просто на максималках. СФ на максималках. Но СФ этот нужен. Нужен в сражении. Нужно, чтобы он зашел в замес и нажал там реквием. Для этого необходим Блэкинг Бар. Все это понимают, потому что есть Тайтхантер, потому что шаманы Клокверки, контроля много. Никто не даст нормально раскастоваться. СФ уже добрал пику. Все, на очереди Блэк Кинг Бар. Да, у имперцев много форстафов. Я смотрю, у Йокула имеется, у Гостика, у СФа также. Ну, три форстафа на команду, считай. Это против Клокверка будет работать очень эффективно. Угу. А это уже работало. Вот вспомни, как быстро СФ купил себе форс и его еще сверху здесь пытались убивать в начале. Он уже уезжал, выскальзывал из этих цепких рук механического товарища. ФН собирается, несмотря даже на то, что взял талант плюс 10 к урону от способностей, в принципе, по понятным причинам. На то время этот талант был как нельзя актуален, но все-таки ФН решил делать именно билд на физ ДПС и после Си будет собирать себе бабочку. Ну, магии здесь и так может быть приличное количество. Все-таки заклинания хорошие и у него, и у Тини. И, может быть, решили не слишком подставляться под вражеские Блэкингбары. Кингвин идут. Они хотят воевать за Рошана. Прилетает сюда уже Патос. Пусть хотят. Тут Мипошка. Мипошка сейчас на Глимсе может Тайтхантера вернуть на несколько экранов назад. И дать время. Нет, нет. Не так решили действовать имперцы. Решили, что будут сражаться всей командой. Не хватает пока рядышком Тини. Кацор может ворваться. Но первый, в кого он ворвется, уедет на Форстафе. Сразу же ставятся Серпент Варды. Никс заходит. Сразу от Джигернаута есть Блейд Фьюри. Очень много урона залетает по Никсу. Его можно убить еще до того, как он хоть что-либо даст. Кацор ставит Коги и уходит от Эфена. Эфен не добивает Клокверка. Да, очень плохая драка для Империи. Никс как-то на морозе зашел и все. Его убили. Глимсом спасают Эфена сейчас. Глимс был по Шадоу Шаману и, соответственно, сетку сбил. И вот второй вопрос к Имперцам. Вернее, даже не к Имперцам. Наверное, к Никсу. Почему он так спокойненько заходил в эту пещеру. Причем не был потрачен Рэвидж. Да вообще ничего не потратили. Потрачен был Тинни, который без прокаста вошел. И в него также в итоге ФН. В невидимости, между прочим. Может сейчас подкрасться, если получится кого-то зафиксировать. Нет, никого не фиксируют. Есть просветка, кстати, на Клокверке, но какого-то стабильного детекшена нет. Тайдхантер взрывает. Да, взорвали Тайды и Кацора тоже взорвут. И Лалисаж никуда не уйдет отсюда. Есть Глимс у Миппошки. Будет погибать Шадоу Шаман. Минус три от Империи. Империя наносит ответный удар. Да, штука в том, что постоянно мы видим сейчас игру вот в таком русле. Какая-то очень неудачная драка от Империи. Заходит СФ. Вроде бы всех поубивало. Замечательно. Вроде бы выровнялись по экономике. Но я смотрю. Вот-вот. Четко-четко видно, как перепадами идет игра для имперцев. Очень хорошо. Ну так себе. Далее опять хорошо. Далее опять где-то какая-то оплошность. Опять же, не взорви СФ Тайдхантера благодаря своему инвизу, который у него там был. К нему просто оказались не готовы. Вот не готовы к этой невидимости. А в следующий раз будут готовы. Причем это невидимость разовая. У него нет никаких артефактов на невидимость в виде Шадоу Блейда. Например. Или Глимера. А я видел СФ с Глимером один раз. Я даже не хочу спрашивать, где это было. Сумаил, кажется, собирал. Ничего не помню. Потрясающий. Потрясающий артефакт на Шадоу Финде. Ну, Сумаил сейчас на оффлейне как-то. Если бы на СФ в оффлейне. Нет, не в оффлейне, тогда еще в миде. А, ну ты как-то этот слишком... Не, говорит, Сумаил сейчас в оффлейне. Переменчивые показания. Поэтому... Сейчас, да. Ой, вард нашли. Ну, вард, правда, уже сейчас закончится. Зато, что голды. Ну, а лишняя соточка приятна. Вот у тени Сильвер есть. Сильвер круто. Сильвер круто против Вайпера. Сильвер круто против Тайтхантера. Сильвер круто вообще против многих. Круто хотя бы потому, что ты убиваешь. Ты бегаешь по карте. Вот мы видели не так давно Сильвер на Муши на Outworld Devourer. Просто с целью ходить и убивать людей. Который похоронил команду Kinguin. Да, да, да. И они сейчас смотрят на этот Сильвер и говорят, Ребят, мы уже играли эту игру. Там, правда, был Муши на УД, но там тоже был Сильвер. Нужно что-то делать. А выбор от ниши Блэкембара очень крут, потому что магии, как ты уже отметил, много. И в целом Джиггернауту хотелось бы бить не только в Omni Slash. Да, причем вернусь к вопросу о магии и о количестве магического урона. Не забываем ведь, что Рубик может ауру свою в атакующий режим переводить и таким образом увеличивать урон от Тинни, от Бэтрайдера. Бэтрайдер ведь просто тысячу-тысячу выдает за драку. Шадоу Финд тот же. Так что магии очень много. Поэтому, возможно, Шадоу Финд в магию и не стал уходить, просто чтобы не переборщить, не перегнуть палку. Эмпайр дают скан, видят Шадоу Шамана на нем. Не знают, что там Шадоу Шаман, но, по крайней мере, видят там людей. А под вардами двигаются Кингвин, правда, пока в Смоуке. Проверяют свой лес. А хороший вард у имперцев стоит и довольно нестандартный, но его нашли. Да, снимают-снимают с линии. Хорошо, теперь обзор у Империи в верхней части карты достаточно ограничен, вот за исключением этого варда. Просто Сентрик поставили, но, как видите, он не достается. Хочет кого-то словить, ловит Клокверка, но это, наверное, самая нежелательная цель. Фэн раскастовывает ультимейт, получает омни-слэш от Иши, КАК ЕМУ ВЕЗЁТ! КАК ЕМУ ВЕЗЁТ! Какой пёртый джиггернаут! Никс засыпает! Есть Рэвейдж Тоссом, не добивают джиггернаута, он ставит Хелик Тварк! Его тоже не добивает еще Эзер Шоком! И он за Дисраптором гонится, и он его может добить, но там неплохой кинетик от Мипошки. Мипошка делает тэп-аут, и этот Клокверк в итоге... КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО! Оказался подарком для Кингвин, да, ниша, конечно. Я не знаю, как это еще описать, у меня нет слов! Это чистое везение! Он реально весь, он не слэш! Вот мы можем посмотреть, как... ФН, он понимает, что на нем висит джиггернаут, он прыгает в толпу, но... Лак, джаст скилл! Бах, бах, бах! Просто грязь! Я не знаю, и вот здесь момент, когда заходит Рубик с фланга, с эзершоком, смотри, бах! И джаггер выживает. Если бы он еще Дизраптора убил, я бы просто написал ГГ и вышел из игры. Подобный момент, кстати, на Интернешнл или с Мираклом был. Да, 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 там его тоже на... Сколько там у него там... Пол хитпоинта оставалось? Да, только он там успел на ЛОКП мне слэш дать. Да, здесь он просто успел дать. И вот так вот, быстро, теряется преимущество команды Empire. Они вели тысяч восемь, сейчас они ведут тысяч четыре. Ну там, в районе Пятерика, неважно. Важно то, что это произошло, этот камбэк от Kinguin. И главное сейчас для Империи не дельтануть. Чтобы эта доля везения, которая была у Ниши совсем недавно, чтобы она на них не сильно повлияла. Я представляю, там Ростислав, наверное, огорчен происходящим. Ростиславу уже меняют кресло, скорее всего. Потому что это мрак. Мне бы точно пришлось. Просто сгорело к чертям. Да, и Kinguin продолжает приобретать хорошие артефакты. Джиггернаут всего лишь на тысячу. С мелочью отстает от Шадоу Финда. У него на очереди Бетерфляй. Бабочка также на очереди и у СФ. Ну все, Kinguin вырвались из этой осады, которую имперцы пытались навязать. Сняли полностью весь обзор, где-то он просто закончился. И теперь спокойненько фармят. Поляки очень-очень молодцы. Заблокировали спаун, тем самым дали понять, что... Мало смысла в блоке самого спауна, как... Вот Vision сам дает этот вард. Просто получить обзор. Да, но тем не менее, сейчас будет минута и узнают Kinguin о том, что там стоит вард. Ну, кстати, вот время прошло. У Эллисаж есть Сентрик, но он его еще не ставит. Видимо, упустили момент. Либо сами просто находились на... Подблочились, скорее всего. Да, на этом лагере, поэтому и... Да, и поэтому вард еще стоит. Скан. Да, четко империя все подсвечивает. Но они видят и вайпера сейчас, который там стоит, крипов бьет. Форс есть у Тайтхантера. Что, в принципе, круто. Хотя бы какая-то минимальная мобильность. Ну и шансы уходить, опять же. Будет делать грипсы Тайт. Для начала мека нужна. Пока еще она не готова. Империя идет. Вот. И Кацор в руне невидимости заходит. Дает хукшот в ФНа. Рэбидж пошел. Цепляет он только Никса, потому что ФМ прожал Блокимбар. Ниша опять на ФНа. Ну и здесь уже разделят урон. Гостик вместе с другими своими тиммейтами. Но потащили его в Неслэш от Йоку ответный. Ниша в итоге страдает. Получает много урона. Но Статик Шторм не попадает по нему. Зутик Дир в Блокимбаре. Под Незар токсином пытается разбить лицо Гостику. Гостик прожимает и ул. Получает еще один удар от Ниши Вэйди с блинка. И уходит. Какой хороший блинк. Да, но теперь видим намного сложнее драться Империи. Конечно, и те, и другие уже потратили все, наверное, свои ульты. За исключением, пожалуй, вот Шадоу Шамана. У него еще очень важный ульт остался, который позволит Кингвин сейчас, может быть, даже на Рошана зайти. Просто через Варды где-то отпушить линии и по Брику его забрать. Но опять не забрали Джаггернаута. А сейчас, когда Джаггернаут сделает Скади, и это даже при условии, реально, вот идеальных условиях для Кингвин, когда они не использовали Лассо, в Блэйдфьюри его потащили, Омнислэш поражал Йоку. Да, я понимаю, что там урона, конечно, войдет не так много, как Джаггернаута. Но, тем не менее, это краденый Омнислэш. Да, ты для своей роли, для своего персонажа вливаешь колоссальный урон. Он там Джаггеру, ну, треть, почти половину столба снял. Причем Рубик, я смотрю, нацелился на Аганим. Аганим очень, может быть, хорош. У Вайпера ты просто воруешь Незер Страйк, Вайпер Страйк, прошу прощения, да, и там расстреливаешь всех налево-направо. Кстати, сейчас могут обнаружить Элис Саша. Либо Джаггернаута, либо Джаггернаута сейчас его выловить! Крутится Джаггер, получает Лассо. Видели на Варде? Там Тинни, Тинни вошел в троих! И просто размазывает по стенке уже минус 2 Аут Эмпайр. Через 8 секунд будет Омни Слэш. Будут ли отвечать игроки команды Кингвин? Тот же Джаггернаут, который крутится сейчас на Айуле. Его поднимает Терекинес. Омни Слэш откатился. Крутится ниша Блэйд Фьюри. Также Йоку тоже использовал краденый Блэйд Фьюри. Умирает Мипошка. Можно прожимать Омни Слэш после того, как выйти из тана. И прожимает все-таки Омни Слэш. Минус Гостик. Минус Ник должен быть. Но здесь ФН, который разобрался с Джаггернаутом и Катсор, уже вынужден отходить на базу. 4 в 2. Да. Никс явно реабилитировался за ту оплошность на Рошане. Потрясающе вошел в троих. Двоих из них просто убил мгновенно. Сейчас еще и Клокверк ловит Рубик. Вот. Сейчас мы можем видеть, как в правой части экрана Тинни просто вырезана цензурой. Вместе с ФНом, между прочим, да, там Блэкенбар нажал Ростислав и поуничтожал людей. Но здесь, конечно, можно посмотреть итоги боя. По итогам боя мы видим выкуп от Джаггернаута. Которому пришлось защищать базу. Да, да, да. Но тут пока еще повтор, в котором видно, как Джаггер на Тоненького пытается отыгрывать. И как он на этих 50 хитпоинтах нажимает Омни Слэш. Не повезло, кстати, опять же, что некоторые удары пришлись по Рубику. Там буквально один удар должен был Тинни для того, чтобы умереть. Но ФН, все равно, убей ты Тинни, а что с ФНом делать? Да. У него фулл хп. Ну, крайне, крайне важное сражение для себя выигрывают имперцы. Потому что они были уже в шаге от того, чтобы полностью упустить экономику из своих рук. И возвращаются. И крайне важный выкуп тратит Кингвин. Да, очень-очень важный выкуп на Джаггернауте. Без Джаггера они драться просто не смогут. Потому что Джаггер стоит 18,5 тысяч. Вайперу еще до него очень далеко. Да и Вайпер, откровенно скажем, пока еще не тот персонаж, который сможет вывести на себе всю эту каточку. Смоук использует Кингвин и отправляются на вражескую половину. Да, скан не так давно был использован силами света. Ну, три секунды, да. Омни слэш от Тайтхантер тоже готов. Есть серпентвар, довлетает Гостик. И тащит Джаггернаута, которого можно убить без выкупа. Остается ниша без права вернуться в эту игру прямо сейчас. ФН раскастывает ультиметик. Просто добивай. В Блокимбаре, но там Клокверк зажал собственными когами. Ну, Клокверк неплохую баррикаду в итоге выставил. Вайпер сражался с Шедуфиндом. Запрыгивает дальше Тинни. Королы пошли по Экзотик Диру. Есть минус на Вайпере. Непонятно, почему вообще поляки здесь оставались. Это ведь изначально была плохая идея. Джаггернаута забрали. Джаггер, как мы уже говорили, без выкупа. Полторы минуты его еще не будет. Очередных три тысячи для имперцев. И неплохая позиция. Это минус три стороны, я думаю. Потому что Джаггернаута не будет слишком долго. А там Тинни, который тебе базу ломает в два счета. А может они просто сейчас в трон пойдут? Я не знаю. Я не уверен, как будут поступать имперцы. У Тинни очень мало здоровья остается. Я гляжу, что ни урны, ни никаких других средств по восстановлению здоровья у имперцев нет. Что очень странно, но об этом можно отдельно поговорить. Две линии точно должны сломать. Не знаю, как насчет трех, но две точно должны. Вообще, по-хорошему, если бы действительно была урна, то три линии. Тут предсмертный Никс просто... Индвин. Да, никак его не забрать. Хлоквер к ракетками там отбрасывается время от времени. Ну, две стороны. Две стороны забрали, уже, наверное, будут отступать. Или же нет. Вмещаются на третью. Вообще, по-хорошему, нет Рэбиджа, вот Эйдхантера, но вот принесли. Тактические салвочки. Так, ну, вроде бы салвочками там Тинника замазали. Три штуки, кажется, понадобилось для этого. Джиггернаут дошел до того, что нужна Линкенсфера. Да, она в любом случае необходима против Бэтрайдера. Причем ее мог покупать как Джиггернаут, так и Вайпер, там тот же Тайтхантер мог бы в теории. И тот Кингвин, опять. Там опять кого-то заплаты. Это был Кацор. Это был Альберт Эйнштейн. Это была слишком тупая шутка. Вот это, наверное, смешнее только. Дейдлс на Шадоуфинде, кажется, летит сейчас. Да, да, да. Такой полностью укомплектованный. Грявил. Есть руна ускорение. Что интересно, FN по-прежнему берет таланты на магию. Но артефакты на физический урон. Ну, это баланс. Баланс между типами урона, как я уже говорил, для того, чтобы там один... Хорош! Давай! Уничтожили Медведемона. Альфа Йоку. Да, Аганим на Рубике готов. Так что сейчас тыринный Омни Слэш будет еще более эффективен. Ниша продает Аквилу, покупает Даггер. То есть это вот даже не какая-то попытка выйти в линку, это Даггер и попытка отбиться просто под врыв Тайт Хантера. Никс заходит, получает Омни Слэш. Есть Цир, между прочим, еще у Тинника. Возможно, самое время его прожать. Шадоу Финн, БКБ, ультимативная. Клокер Купал. Тинни пока еще в замесе. Тинни БКБ не нажимает, теряется эгида на SF. Но в этом, видимо, была и задумка. Бэтрайдер оказывается вне позиции. Заходит Паттас. Паттас нажимает ревейдж. БКБшечки будут. Тинни выйдет погулять. Да, вот он Тинни. И вот он начинает насыпать. И кратенный ревейдж от Йоку. В итоге Паттас остается с малым запасом здоровья. Но там Хилинг Вард. Ниша продолжает гнаться за Йоку. Хекс пошел в Тинни. Никс прожимает Блокимбар. И дальше идет. Есть Сентри Вард. Но Никс выходит из-под действия этого Сентри. В БКБ. Пока что его не догнать. У меня есть вопрос. Один. Маленький, маленький вопросец. Ладно, он не маленький. Суть в следующем. У Империи была эгида. Был сыр. Был ворованный ревейдж. И 20 тысяч перифарма. А теперь вопрос. Как в таких условиях можно проиграть замес? Отвечает Александр Друз. Это еще одна шутка. Из того же разряда. Но да, да. Посыл верный, Олег. Так. Ой, Джиггернаут. 7 секунд до лассо. Что, будут гнаться все эти 7 секунд? Может это плохая идея? Ой, а там Тинни. Хорошая ли идея драться Джиггернаута сейчас вместе с Клотверком? У Гостика есть все необходимое. Блинк в данном случае для того, чтобы успеть отойти и не умереть. Хорошо. Еще один мы тут посмотрим. Сейчас итог боя. Двойной урон снизу лежит. Сейчас Тинни подбирает и вот со всеми своими пятью сотнями урона бегает в замесе туда-сюда и никого не бьет. Как это было в последний раз. Вот я уверен, что аналитики наши в замедленных съемке пересмотрят, как он здесь круги наматывал. Близок к линке Джиггернаут, но у него выкуп уже. Близок к инфаркту Жотову сейчас, я уверен. Егор сейчас просто сидит и не понимает. Ай-яй-яй-яй. Дисраптора быстро спилили, но это не помешало ему поставить на последних секундах. Ну вот Никс вместо того, чтобы сейчас... Вот он прожимает сейчас сыр. Можно нажать БКБ и войти, но он очень долго бегает вокруг, ждет, покатает, выдаст ревейдж. Вот сейчас только нападает, начинает бить, но к этому моменту от Шадоу Финда уже ничего не остается. ИСФ еще классно вардами зажали. Стоит также отдать должное Шаману. Ну, Йоку тоже хорошо сыграл. Ревейдж. Суппортом никаких претензий нет по этой драке. Вайпер хочет купить себе бабочку, зная, что СФ сделал все-таки свой выбор последним артефактом в пользу Дейдалуса. Усилил свой урон, но промахи здесь помогут и... Безусловно. Выбор Exotic Deer очень хорош. Если он успеет купить бабочку, потому что теоретическая бабочка хороша, но в теории. Поэтому нужен еще практический артефакт, который будет лежать в инвентаре. Да, но денег у СФ на Monkey Kim Bar и нет. А у Вайпера нет денег на бабочку, так что тут все честно пока. Нет, я имею ввиду, что у СФ 1300, а у Вайперу там совсем чуть-чуть остается. Но в любом случае даже 5000, насколько помню, это еще не бабочка. Я сейчас навожу. Нужно 5525. А, 5525, да. Пока у тебя не будет 5525, бабочки у тебя нет. Это важно. Вайпер передумал с бабочкой и... Нулифайр, да? Нулифайр, да? Нулифайр тоже будет неплохо. Ну вообще нулифайр хорош, потому что не дает прожимать блокинг бары. Бабочку тоже. Ну вообще, да, ничего нельзя прожимать. Не нажать БКБ на СФ или на Тине может оказаться критическим моментом. Так что нулифайр может быть хорош. Находится в опасной позиции, но... Но он джиггернаут, как бы, информирует нас еще разок. Выкручивается. Да, без двух сторон, конечно, по макро это очень сильно давит сейчас на Кингвин. Это напоминает как раз игру Кингвин против Минески, где были зажаты вторые и очень долго не могли выйти со своей базы, но в конце перевернули. Возможно, этим и руководствуются сейчас поляки. Муж и смог. В альтабе открыли игру и смотрят поэтапно, типа так, что там дальше происходило. Ага, потом был Shadow Blade, он вышел всех поубивал. Так, 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 нам еще не слезли третью сторону. Ребят, надо это исправить. Да, да, нужно сфидить сейчас. Ну а им кажется понятно, что они будут дальше затягивать, закручивать гайки. И будут вообще стараться сделать так, чтобы Кингвин никуда за пределы своей базы не вышли. Йоко нацелен на Октарин, у него две с половиной тысячи. Просто, просто Рубик. Блин, клинза, гоним, форстаф, Октарин. Хэштег просто Рубик. А так у него нету. Выход в смоуке, выход в смоуке. Никс всех видит. Никс попадает под раздачу, попадает под реведж. БКБ он не нажимает, нажимает только сейчас, получает умный слэш. Рубик не выходит из невидимости, Никс умирает. Никс просто умрет сейчас. Да, его зарезал Джиггернаут, Соло. Фэн пока Соло резал Шадоу Шамана, но это немного несопоставимые вообще цели. Без реведжа пока что Кингвин, но даже это не сподвигает имперцев идти драться. Есть у меня вопросы к этому Тинни. Ну ладно, об этом мы попозже поговорим. Как-то знаешь, вот чересчур боится что ли Тинни, что на него будут ругаться за какую-то плохую игру. И поэтому плохо играет. Это очень логично. Ну так это и бывает. Ты закрываешься и такой, а я сейчас что-то нажму не то, и мне будут ругаться. Я понимаю о чем ты. Егор разозлится, что я буду делать потом. А вот как тебе такой выход? Уже от, как в начале сказали, два тащера. Ростислав Полозовой, Андрей Кадык. Да, плохо. Работает эта связка. Безусловно, работает. Джиггернаут не работает, например, еще 90 секунд. Конечно, возможность выкупа у него имеется. И он, безусловно, ей будет пользоваться, если третья сторона будет под угрозой. Да она им не нужна. Мы же обсуждали это в Неске. Ну да, надо слить. Надо слить третью сторону, чтобы фарм был ближе на базе, чтобы он всегда был на базе. Так иногда ты отпушиваешь линии и ты не фармишь. А когда у тебя мега крифы, то они всегда на базе. И ты всегда фармишь. По кулдауну, на самом деле, вот вайпер может спамить тем же Незертоксином. Хорошо, тут тоже минус вар. Надо разбираться. Гостик уже на базе у врага. Занимает позицию, влетает Хлокверк. Есть Хекс по СФу. И выкупа Джиггернаута сейчас. Ниша будет входить в драку. ФН, БКБ. Раскастовывается. Хекс украла Рубик. И вот он. Он не слэшит Джаггера, который прыгает по ФН и ФН. Да хватит! Хватит! Пожалуйста, хватит, Ниша! Пощади! Пощади, Ростислава! Я тебя очень прошу! И Гостика, всех пощади! Как же он жарит этот Джиггернаут! Отличный выкуп. Но это выкуп. Это выкуп, который не меняет ничего в макро-моменте. Объясняю. Т4 башня падает. Стороны запушены. Пойти сломать вражескую вышку, ну или там базу какую-то. Нет возможности вообще никакой у Кингвин. Шадоуфин даже выкуп сейчас не потратит. А вот когда Империя вернется в очередной раз, Джиггернаут будет лишь один. Да, 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 беда. Да, я понимаю, что сейчас он тоже был один. Он выкупился уже в момент драки. Но до этого его выловили и на халяву забрали. Ну, значит для Ниши лишний стимул не допускать таких ошибок и заходить слишком далеко. А, просто посмотри, как входит Джиггернаут в Шадоуфинда. Причем сейчас даже нельзя ругаться на какое-то везение. Просто СФ оказался один. Вот вне позиции вся команда убежала. Он тоже пытался убежать, но вместе с ним убегал и Джиггернаут. Вообще, Рошан, неплохо было бы его забрать сейчас в команде Кингвин, но минута остается до Рошана. И поэтому нет, нах, промахивается хукшотом, клокверк. Да, вот нет других абсолютно опций, кроме как идти и пытаться хотя бы вышку Т3 забрать. Нишу поднимают, ставят под Тини, но Тини потратил Эваленш плюс Хилингвард. Работает. Да, Хилингвард работает. Шадоуфинда не заставили сделать выкуп, как я и говорил. Клипы подходят. Да, да, да. Ты постоянно, постоянно под угрозой сноса твоего главного здания. И ты никуда не можешь от этого деться. Рошан, 30 секунд. И с Рошаном тоже, знаешь, не сильно повезло, потому что долго появляется Рошан. Вот сейчас, знаешь, где-то должно запереть, а где-то не запереть. Вот с этой ситуацией чуточку пингвинятам... Интересно, а пойдут ли Кингвин воевать на Рошане? Или будут уже принимать Аегис сыр и Рефреш Аршард на базе? Где? Что? Пойдут ли сейчас Кингвин воевать с имперцами за Рошана? Или будут принимать уже на базе? Ну, для того, чтобы пойти воевать, нужно хорошо отпушить линии. Снизу, кстати, с этим проблем нет. Снизу, ой-ой-ой-ой, тут такая пачка магов идет. Ты просто посмотри. Неплохо может растолкать линию, если сейчас упустят. Да не, не упустят, там ФН уже идет. Все прекрасно понимают, Эмпайр. Да, конечно. Конечно, они знают, что их сила именно в вот этих пацанчиках мощных. А Кингвин идут воевать, они выходят со своей базы. И Бэтрайдер потащил Клокверка. Два-три удара буквально. Но кого-то еще нужно зацепить. А каким образом это сделать? Можно сделать через Вайпер Страйк условный? Бабочка на Джаггере знает, что не может выкупиться больше. Ну, пока что ниша. Это опасно. Бабочка на Джаггернауте, это очень опасно. Магии, конечно, много у Эмпайра, но мы же знаем, что... Вот ФН я только увидел, и, пожалуйста, два Джавелина уже готовы. Идут Кингвин, Тайтхантер, подходит очень близко. Ну, я слышал, что там кто-то... Ага, это Шаду Шаман пытался воевать с Мипошкой. Запрыгивает Никс. Забрасывает Вайпера на Джаггернауте. Статик Шторм. Ниша сейчас перестанет крутиться. Пытается улететь оттуда. Шаманыч... Нет, не улетает. Джаггернаут очередной мне слышит. Вновь он прыгает по ФН. И вновь его убивает. И по Никсу тоже прыгает. Слушай, Никс умрет. Никс умрет. И Бэтрайдер тоже оказался в опасности. Йоку здесь уже не помощник. Но, по крайней мере, уйти он, если что, сможет. И там на базе крипов. Тут голый трон. Тут голый трон. Тут упала последняя Т4-вышка. По-прежнему перефарму Империи 23 тысячи. Да, много зарабатывают за этот замес. Убрали двух коров. Шану Финда. Убрали Тини. Сбили линку. Тащат нишу в лассо. И падает Рошан. И Экзотик Дир все-таки подбирает Аэгис. Йоку не удается украсть его. И Йоку будет умирать. Летит последняя тычка в Рубика. Рубик умирает. Рубик, между прочим, воришка. То есть он не только крадет способности. Он украл Сыр и Рефрешер Шард. К слову. Поэтому довольствуется лишь Эгидой. Сейчас Кингвен. Рефрешер Шард может быть очень хорош. Что на Шадоу Финде. Что на Бэтрайдере иногда, кстати, может быть хорош. Там Шива, Юла в пачке будет. Два лассо. Вор в законе. Да, да, да. На Дизрапторе, кстати, может хорошо Рефрешер Шард тоже смотреться. Но, конечно, Дизраптору бы аганим для идеального стечения обстоятельств. Они хотят форсить байбеки. 30 секунд осталось, но имперцы даже при худших условиях, скорее всего, дадут просто центр. А тут гости, которые тащат байбек от Рубика. Катцор влетает прямо в статик шторм на нишу. Ниша разваливается вместе с Катцором. Они пришли умирать. Как верный товарищ Клокверк пошел спасать Джаггера, но в итоге угодил с ним прямиком в ад. Тинни, кстати, тоже байбекнулся, но не будет 100 секунд Джаггернаута. Вайпер тоже умирает. И выкуп есть. Выкуп есть. Бать на книжку. Выкуп есть у Экзотик Дир, но Джаггер. Его не будет. А вот еще раз этот повтор. Ну, понятно, что это Линкенсфера, она нишу уже давно не спасает. Вбивается Линкенсфера спокойно бэтрайдером. Гостик ведь тоже... Ну, скажи это, скажи. Ну, он же не бот легкого уровня, чтобы не сбивать Линкенсферу перед тем, как... А что ты можешь сказать по поводу Тейтхантера в данной ситуации? Я вот что-то не понял этот эпизод. Вот совсем не понял. Хотел потратить выкуп. Но Райбиджа все равно не было. Клокверк влетает. Джаггернаута по-прежнему нет. Вайпер дерется в одиночку. ФНа зажали. Статик Шторм. Рефреш Аршарт от бэтрайдера. Он может тащить волосо второго. Есть Рэвич. Но ФН уже сделал дабл. Умирает Шадоу Шаман. И тут уже расстреливает ФН. Трипл килл. Голый трон, который будет падать. И надпись бутгейм последовать незамедлительно. Да. Беда. Беда для Кингвин. Вторая уже тяжелая игра за последние дни. И во второй уже такой игре они терпят поражение. Но были очень близки. Конечно. Да. 52 с половиной минуты они смогли посражаться. Тоже. Тоже две снесенные линии. Отличная драка. Оно в один момент вот как будто им башню просто сносит. И они начинают верить в себя. Неистово верить в себя. В этом нет ничего плохого. Да. Нужна какая-то уверенность. Но она просто не имеет границ у этих ребят. И видно, видно насколько сейчас подавлены и морально разбиты эти парни. Ну, в отличие от Team Empire, я уверен. И от Jotmack, у которого сейчас немножко отлегло. Мне кажется, что ДФН просто за всю боль. Мстил за эти умни слэши. Там, конечно, даже несмотря на то, что Empire выиграли. Я не знаю. Эти умни слэши – это ужас. Тимток, знаешь, вот как ты говорил, там на Overwatch TeamSpeak выкладывает. Интересно было бы послушать TeamSpeak Empire. В момент умни слэша на FN, когда он в своих заезжал. Да, может быть. Так, ну что ж. У нас на самом деле сегодня день начался с сухой серии 2.0. И на самом деле это очень пресновато. Мне такое не нравится. Вот я хотел бы 2.1 увидеть, по крайней мере здесь, чтобы была борьба. Поэтому посмотрим, будет ли 2.1. А пока слово нашей студии аналитики для разбора этой карты. Мне гигабайты прибавить или убавить? Ну, убавь. А я прибавлю. Пойду за хворостом схожу. Нет, я схожу. Настрой тариф – мой безлимитище. И плати за то, что… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok